Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Ума, 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 ума. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Кухня для друзей. Место, где мы встречаемся с нашими гостями для того, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое и интересненькое. И сегодня на нашей новогодней кухне у нас в гостях Ирида Умеш. Готовить мы сегодня будем блюдо индийской кухни. Дорогие друзья, сегодня в гостях у меня Ирида Умеш. Ирида, здравствуйте! Приятно, что нашли время прийти к нам сюда, на новогоднюю кухню и познакомить нас с индийской кухней. Тем более, что все ожидают годы обезьянам. Дорогие друзья, в честь этого у нас сразу два рецепта из индийской кухни, где будут задействованы бананы. Это банановый чизкейк и бананы в шоколаде. Все верно? Совершенно верно. Это рецепт индийской кухни? Это частично индийской кухни. Частично. А вот остальные три рецепта – это чисто индийский. А остальные три рецепта – это у нас рис басмати. Совершенно верно. Чили-панир и чай масалати. 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 Хорошо. С чего начали? С чая? С удовольствием бы начали с чая. Но мы начнем с вами с рис басмати. Да, давайте. Что нам для этого нужно? Сам рис. Для этого нужен сам рис. Вот у нас рис есть. Рис. Ну, рис, дорогие друзья. Воды мы берем с рисом в пропорции следующей. Три с половиной. То есть, если один стакан риса, значит, три с половиной стакана воды. Но, чтобы у нас получился рис вкусным и рассыпчатым, настоящим, который очень любит в идее этого там готовить, нам нужно сначала сделать небольшие процедуры. Рис нужно подготовить каким образом? Его нужно обжарить на масле, желательно ги. Это отдельная тема, потом мы можем ее усидеть. И затем откладываем в сторонку, его промываем, процеживаем. И только после этого мы можем его варить. Дорогие друзья, мы этот рецепт уже проходили, поэтому сейчас будем его закреплять. Я, кстати, хочу вам сообщить о том, что Ираида выпустила вот такую совершенно замечательную книгу «Искусство Сарасватика». 64 рецепта вегетарианских блюд с южно-индийским вкусом. Вот так выглядит, дорогие друзья, книжка. Здесь очень много всего интересного, что меня действительно заинтересовало. Вот тарен из морковки, правильно? Тарен? Тарен. Тарен, тарен. Карий из ананасов, смотрите. Карий из картофеля, карий из кабачков, рис с жареным кокосом, палак мунгдал, маш со шпинатом, ну я думаю, что вам это что-то говорит, самбар, дал, чапати, салат из мута, да? Настоящий индийский вкус. Да, вы что? В общем, дорогие друзья, вот если хотите познакомиться поближе с вегетарианской кухней, я так понимаю, что можно где-то найти и приобрести. Ну, к книге мы еще обязательно вернемся. Ну, я предлагаю приступить к приготовлению риса. Да, и начинаем с риса басхоти. Сначала мы разогреваем наш... Нашу кастрюлю. Да, нашу кастрюлю. Вот так. Спасибо. Заработало. Немножко смотрим, чтобы когда нагреваться рука начнет, мы добавляем масло. Масло ги. Желательно готовить на масле ги. Как он рис называется? Масло называется ги. А где мы его найдем? В магазине, например? Где мы его найдем? Я вам подскажу, как его готовить. А, вот давайте. Да, очень просто. Как его готовить? Вот уже, сейчас, секунду. Значит, на нашу порцию риса мы кладем 2 столовых ложки. Значит, 4 чайных. Вот, если вы готовите рис с какими-то специями, то на этом масле, когда оно слегка подогревается, мы разогреваем специи. Так как мы готовим без специи, мы высыпаем сразу туда рис. Этот рис готовится без специй? И обжариваем. Дорогие друзья, давайте заметим, что в данный момент Ираида без специй обжаривает рис. Хотя вы помните, наверное, из наших программ, что мы когда-то готовили, у нас здесь плов. Тоже, между прочим, вегетарианский плов по индийскому рецепту, индийскому рецепту. И тогда мы обжаривали сначала специи, а только потом мы обжаривали рис. А сейчас мы делаем совершенно это всё по-другому, то есть без специй. Но Ираида, скажите, пожалуйста, как же это масло ещё раз называется? Масло называется гимн. Очень полезное масло. И это основное масло, на котором готовится огромное количество. Оно немножко... Нельзя назвать его топлёным, потому что оно топится до определённого состояния, пока оно не станет прозрачным на медленном огне. Так. И когда весь холестерин не высшипится, сумок я. А, вот так вот, да? Да. Поэтому вот твое топлёное масло, которое продаётся на просилу, это немножко не топлёное. Это не топлёное масло. То есть мы берем обычное сливочное масло и сами его топим. Всё, всё, наверное. Или растапливаем. Всё, наверное. Так убавить. Вот так, да, сливочное масло. Мы обжариваем до лёгкого запаха, чтобы запах появился у риса. И он слегка-слегка стал с галатистого цвета. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Ирина, к нам в гости идёт гость, в общем-то, очень нужный и необходимый на нашей новогодней кухне. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, дорогие мои. Как у вас вот вкусно пахнет. Запахи какие. Волшебные. Что это вы готовите? Ну, смотри, дедушка Маранс, у нас сегодня вегетарианская кухня. На новогодней кухне. Год обезьяны. Веришь ты в это или не веришь, но год обезьяны 2016-й. Это однозначно. Поэтому сегодня Рейд у нас в гостях. Она знаток индийской кухни. И мы ещё в данный момент готовим рис в асфальте. Вот так. Очень актуальна вегетарианская кухня в наше время, правда? Совершенно верно. Дорогие друзья, я вас поздравляю с Новым Годом. Желаю вам здоровья оптимального, счастья максимального, любви бесконечной, молодости вечной. С Новым Годом вас! Спасибо тебе, дорогая. Спасибо тебе. И мы ждём тебя за нашим столом. Всё, давай, пока. Слушай, как приятно, да? Очень приятно. Готовили, готовили. И в Москву заходит Ларус. Знаете, мой с детства любимый праздник, это не надо включить. Не надо? Это Новый Год. Новый Год. Да. Поэтому все-таки мне хотелось бы узнать поближе, Ираи, до вас. Можно сначала мыть, зальём отечку? Давай, зальём воды. Чтобы наше блюдо всё-таки реализовалось. Мало того, что вы издатель этой книги, совершенно замечательной книги, которая знакомит читателя с индийской кухней, с рецептами индийской кухни. Надо сказать, что индийская кухня, между прочим, не такая уж и сложная. Главное, надо знать, какие используются ингредиенты в приготовлении блюд, да, ну и сама технология. Но у вас откуда такая любовь? Моя любовь – это идёт от моего супруга. Как зовут супруга? Супруга зовут Умеш. Как? Умеш. Супруга зовут Умеш? Моя фамилия тоже Умеш. Так. Потому что по тем традициям индийским, где мой супруг живёт в основное время, это такие традиции, что супруга должна имя мужа носить как его фамилию. А, то есть в вашей фамилии имя мужа. Совершенно верно. Слушай, это удивительно. Я первый раз об этом слышу. Рис у нас сейчас будет вариться, дорогие друзья. Приблизительно сколько он должен вариться по времени? Он должен вариться в течение 7 лет. Накрываем его, не накрываем? Обязательно накрываем. Обязательно накрываем. Мы его сейчас отдадим на нашу большую кухню, там он у нас будет вариться в накрытом виде, а мы будем готовить дальше что? Будем готовить дальше сначала десерты. Десерт – это вкусно. Пока наш рис варится, дорогие друзья, мы будем делать десерт. Начнём с бананового чизкейка. Что нам для этого нужно? Ну, во-первых, сами бананы. Возьмём крупные. Крупные возьмём. Ну, вот это, в общем-то, красиво. Такой телевизионный вариант бананов. Сколько? Все 6? Все 6. Все 6. Так, смотрите, давайте я вон дадим. Что помимо бананов ещё нужно? Помимо бананов нам потребуется творог. Так. И манка. И манка. И манка. Всё очень просто. Иногда можно добавить, если бананы не очень спелые, можно добавить немножко сметаны, можно добавить немножко погашенной соды лимоном-соком. Но мы этого делать не будем. Мы сделаем с вами классический чизкейк. Скажите, пожалуйста, на Новый год то же самое будете готовить? На Новый год мы ещё обдумываем с моей дочкой рецепты, но я думаю, что бананы в шоколаде будут обязательно. Это вкусно. Это очень вкусно. Что с ними? Туда прямо сразу в миксер? Да, прямо в миксер. Можно пополам. И туда. Так, брасилю. Миксер. Дальше что? Хорошо. Наверное, можно на одной скорости их перемолоть. Звучит. Так, что-то я не вижу. Вот она. Волшебство. Так что дальше? Дальше. Дальше мы творог. Я боюсь, что здесь всего немножко много. Давайте мы попробуем половину. Раз половине. Ну, что же, не проблема. Вот, пожалуйста. Я, конечно, всё люблю мерить, к чему меня приучил мой супруг. А он чем занимается? Это секрет? Чем он занимается? Чем он занимается? В настоящее время он военный пенсионер. Он служил у нас в Северодвинске. Так. На известном авианосце. Так. Капитана второго ранга. Так. Поэтому всё он отмеряет по-настоящему правильно. Да. Это что мы сейчас взяли? Сейчас мы манку добавляем. Манка, манка. Добавляем манку. Здесь тоже её я смотрю очень много. Ну, сколько там, да. Мне уже так придётся сделать немножко на глаз. Вот и правильно. Так. Пока муж не видит, можно. Да. Пока муж не видит, можно. А то он, наверное, увидит и будет ещё ругать. Ну, я думаю, не буду. И опять всё перемешиваем. Дорогие друзья, у нас практически уже готово само тесто для бананового чизкейка. Мы сейчас его выложим вот в такую совершенно чудесную форму. К этим вещам вы уже привыкли, наверное, у себя на кухне. И отправим это всё в наш духовой шкафчик. Сколько там будет это запекаться? Это будет запекаться 20-30 минут. При температуре? При температуре 180. При температуре 180 градусов 20-30 минут. А в то время у нас уже пожарится рис, и мы начнём делать бананы в шоколаде. Бананы в шоколаде. Ну, посмотри, как всё это быстро происходит и делается. Ну, вот так. Финальный аккордик и выключаем, да? Тесто для бананового чизкейка у нас готово. Мы сейчас его выкладываем ещё раз, напомним форму, отправляем на 20-30 минут в наш духовой шкафчик. При температуре 180 градусов мы его там оставим. А у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда были в Индии, вы жили у мужа, там тоже готовая техника есть? Конечно. Она сильно отличается от той техники, которая у нас здесь есть? Которая у нас, она не сильно отличается, но она отличается. Потому что у них есть специфические блюда, которые мы не готовим в России, которые готовят только они. И у них техника, она адаптирована к этим блюдам. Ну, например, вот... Например, у них есть уникальные такие блины, доса называются. Доса, масала доса, это входит в десятку самых вкуснейших блюд мира. Понятно? Да. И кто ещё не пробовал, рекомендую. Значит, и чтобы приготовить вот эти блины доса, а они делаются не из белой муки, а из фасоли и риса, нужно специальный такой аппарат. То есть перемешивать или измельчить рис? Да, измельчить. То есть его предварительно замачивают у меня, это тоже рецепт есть в книге. Ну, конечно, нужно пройти сначала хотя бы мастер-класс какой-то по этому. Вот, замачивается рис, замачивается фасоль, поэтому всё потом дробится, измельчается, прямо в такое тесто жидкое. Потрясающе. Да, и потом пекутся в такие очень полезные и вкусные блины. Так они без яиц, без молока, без... Без яиц, без молока. Просто фасоль и рис. Да, да. Слушайте, это очень интересно, такого мы ещё и не готовили у нас на нашей кухне. Ну что, выкладываем? Да, выкладываем. Интересно, вот раньше у них не было бытовой техники, они это руками же сделали, да? Они сделали это не руками, а из камня такие жернова. А, да? Да, они перемалывали это, это очень был тяжёлый физический круг у женщин. Женщины у них, конечно, были очень сильные. Такими работали вещами, из камня, представляете, жернова. Ну, сейчас всё стало проще. Давайте поговорим об Индии. Давайте. В какой район Индии вам больше нравится? Кому-то нравится западное побережье, Гоа. Кому-то нравится центр, кому-то нравится север. Вам что, больше кубышей пришлось? Вот я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что каждое место в Индии, оно по-своему увлекательно и привлекательно, и удивительно, да? Вот, например, я приведу несколько примеров, да? Например, север Индии. Пусть там очень много бедных, да? Пусть там очень много нищих районов. Но, понимаете, в этом месте находятся духовные мастера, святые люди. Представляете, как это место не любить, правильно? Затеря Юг Индии, да, там, где бы ты родился у меня супруг, это Керала, да? Это удивительное место с вирусическими процедурами, с уникальной природой, да? Или, например, Гоа, да? Это единственный штат в Индии, где всё позволено, можно ходить в чём угодно, делать что угодно. Пискаться в океане? Да, пискаться в океане, вот. Поэтому каждый штат, он по-своему, уникален и прекрасен. Ну, Ираида, надо сказать, очень осторожно об этом во всём рассказывать, я, конечно, понимаю. Да, мне очень нравится, потому что... А вот как же там такая степенность вот нуждается? Вот это вы нуждали, да? Степенность в чём? Вообще во всём. Во всём. Ограничения себе. Ограничения, ну, смотря в чём. Нет, у меня же современный человек, поэтому сильных ограничений нет, но когда приезжаем в штат Керала, например, мы не можем себе позволить женщины, европейские, молодые свиньки и друзья ходить вот в чём хотим. То есть нам нужно одевать саму тунику, пинджали, чтобы не было голых плеч. Это всё обязательно. Да. Это всё обязательно. Ну, это как вот дань уважения. Ну, ладно, родственники, ты к этому уже привыкли? Родственники... Со всеми находят общий язык. Ну, и замечательно. Ну, и прекрасно. Так, что, у нас здесь всё готово? Здесь у нас всё готово. Ну, всё. Давайте отправим тогда в наш духовой шкафчик, и мы начнём готовить бананок в шоколад. Банановый хискейк у нас в нашем духовом шкафчике, дорогие друзья, а у нас появился вот такой поднос. Для чего он нужен? Для того, чтобы сделать здесь бананок в шоколаде. Для того, чтобы сделать бананок в шоколаде, нам нужен шоколад. С орехами нам его поднесли, нет? Да. Лучше с орехами. Лучше с орешками, да? Да, получается очень вкусно. Сами бананчики. Вот бананчики есть. Что, с чего начинаем? Сначала мы бананчики надрезаем. Чистить-то будем их, да? Нет, чистить мы их не будем. Что, их не чистят? Нет. Всё очень просто делается. Они помыты. Кстати, замечу, что все те блюда, которые мы сегодня готовим здесь на нашей новогодней кухне, мы предлагаем вам, дорогие друзья, приготовить их к себе на новогодний стол. Я думаю, что это будет очень для многих ваших гостей такой серьезной и близких неожиданностью, когда у вас на столе появятся бананы в шоколаде. Не, ну помните, раньше продавали эти бананы? Запеченные-то еще, печеные, в 90-х. Вы знаете, в Индии, да, мало того, что там очень много обезьян везде, да, практически во всех Штатах. Я вот думал, хотя мы эту тему затрудим. Посмотрите, как нужно надрезать, да, я сейчас покажу и продолжим про обезьян. Значит, нужно, чтобы эти кончики до конца не обрезались, да? И надрез мы делаем, чтобы не разрезать шкурку снизу. Мякоть мы разрезаем тоже. Здесь практически хирургическая работа, да? Ага. Вот таким образом. Я, конечно, попробую сейчас. Только не прорезать, да? Вот, и не до конца. Так это же, ну, это же получается бананы, я понял, это бананы, фаршированные шоколадом. Совершенно верно. Это бананы, фаршированные шоколадом, дорогие друзья. Понимаете, это, ну вот, ну, наконец-то, я теперь хотя бы понимаю. Ну что, теперь, я так понимаю, мы должны все дело поломать? Да, поломать. Поломать? На очень мелкие кусочки. На мелкие-мелкие, приятно? Желательно ровные. Нет, ну, дошли. Желательно ровные мелкие кусочки. Давайте я покажу. И еще пополам, да? Здесь плиточки и еще пополам. Вот таким образом. А, и будет еще пополам. Да. И ловочек нет, да? Замечательное занятие для детей под Новый год. Да, да. Ломаешь шоколад. Да, и вот здесь, вот сюда мы так немножко раздрезаем, да? И закладываем туда шоколад. Все очень просто. Ну, у меня как всегда почему-то какие-то, ну, это ладно. Ну, не расплавится, ничего страшного. Вот таким образом. И укладываем на кровотень. И ничего ведь сложного в этом нет, да? Совершенно ничего. Потрясающе. Я открою секрет. Тут как-то познакомился с молекулярной кухней. Очень на это похоже. Поклонники молекулярной кухни, хочу вам сказать, дорогие друзья, вот это, мне кажется, приблизительно из той вот самой книги рецептов. Серии, да? Только там интересные вещи. Только там молекулярные, да? Да, там же, ну, к примеру... Оливковая земля. Вот, да? Что это такое? Это просто сушеные оливки перемолваются. Ага, ну что? Да, да. На этом, в общем-то... Нет, они же там какие-то еще вещи добавляют химические, я так понимаю. Да ничего там химического нет практически. И все. В шоколаде, мне кажется, больше. Ну, в этом-то, наверное, нет. Потому что это горький шоколад или не принципиальный какой-то? Шоколад, не принципиальный какой, кто какой любит. Ну, вот у нас, в принципе, готовы шоколады в банане. Шоколад в банане готов у нас банановые шоколадные. И мы на духовку на 10 минут. На 10 всего? На 10 минут 180-200. И все? И все. Я хочу вам сказать, что это самое быстрое приготовление блюд, дорогие друзья. Самый, мне кажется, будет роскошный десерт, хотя я еще этого не пробовал. Отдаем это все в духовку. Дорогие друзья, сейчас приступаем к самому, мне кажется, прекрасному, что есть в индийской кухне. Это к работе со специями. И вот честно могу сказать, за все это время, пока мы сейчас снимаем наш этот выпуск, не было ни одного практически запаха. Ну, как шоколад пахнет, это понятно, как банан тоже понятно. Рис у нас вообще без запаха. Единственное, что у нас пахло, это топленое масло. А сейчас на нашей кухне появляется... Имбирь. 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 Джин. Чили? Чили. Чили появляется. Настоящий индийский чили из Индии. Это? Это кардамон настоящий. Кардамон настоящий. Так, что это такое? Это кокосовая стружка. Она нам нужна? Обязательно. Это для десерта. Это для десерта. А еще будет для десерта? Нет, это мы будем украшать. А, понятно все. А зачем нам здесь вот это прелесть? Сгущённое молоко мы упрощаем процесс. Стакан сгущённого молока. Краймин, видите, дорогие друзья, как выглядит стакан сгущённого молока. Все захотели? Так, поставим здесь. А еще у нас есть варёный сгущён, кстати. Все. Так, готовим. Готовим. Чили панира. Чили панира. Первое, что нам нужно, это чили и имбирь. Имбирь натираем? Имбирь очень мелко порезать или натереть. Лучше натереть. Так, да, хорошо. А я буду чили. И еще такой момент. В двух словах, что такое панира? Давайте напомним. Панира – это такой мягкий сыр. У нас в России он называется адыгейский. Это самый честный сыр, так скажем. Я могу еще порезать чеснок в это время, пока вы натираете. А, вот. Слушайте, а тут нам тоже все нужно, да, для панира? Это все нужно. Так, вот смотрите, еще нам нужен сладкий перец. Вообще, вот это самое интересное, самое прекрасное. Когда я, признаюсь, научился обжаривать специи, мне было не остановить месяц. Да, у меня каждый выходной был плов. Я его готовил, готовил, с чем я только его не готовил. Зачем ж это вкусно? Ну, вот по поводу сегодняшнего рецепта, я честно могу сказать, он, рис, просто обжаренный в топленом молоке, может, так я скажу, да? Масле. Масле, да, в топленом масле. Мы потом внутрь готовили, очень любопытно его попробовать. То есть панира это все-таки соус? Нет, панира это сыр. Сыр? Панира это сыр, да. А все остальное, что к паниру добавляется, это называется так, карри, в котором он готовится. Палак панир, да, это, например, шпинато-соус или карри панир, там какой-то карри добавляется свой. В общем, как угодно уже остальная приставочка. А панира это адыгийский сыр. Привет, я обещал вернуться к книге. Как эти рецепты собирались? Как эти рецепты собирались? Вот когда я после горнолыжной травы... А, большие-то, длинными индийскими вечерами, да? Да. Это очень большая, такая длинная история. Но скажу очень кратко, в общем, у меня была горнолыжная трава. И? И так получилось, что мы поехали в Индию полечиться. Вот, и там я еще раз получила травму. Когда уже думала, что уже все произошло и все у меня зажило, я решила прыгнуть с небольшой высоты. И еще раз свою ногу повредила. И когда мне зимними индийскими вечерами было нечего делать, и только кухня и дом было распоряжение на одномеге, вот тогда я стала собирать рецепты и их пробовать. А то есть это все-таки книга, где рецепты собирались? Да, да, рецепты. А, потрясающе, классно. Честно говоря, это уникальный сбор рецептов именно южно-гирианских, потому что я весь интернет облазила, все книги посмотрела, какие есть индийские блюд, и не нашла именно чисто южно-ингийских вкусов блюд. А сколько здесь рецептов всего? 64. А, 64, я же говорил об этом, все же не вспомнить это. Ну вот у меня вроде как имбирь натерлся. Да, отлично. Все, получается. Все, сейчас мы начинаем обжаривать панирую. Чем-то полить надо или... Да, сначала сковородочка нагревается всегда, потом туда добавляем масло. Мы тоже опять же будем готовить на маске гения, предлагаем, чтобы было потуснее. У нас еще осталось, да. Можно на растительном, на любом, да? Что мы сделали с сыром? С сыром я порезала для упрощения, опять же, да, его на две части. Так. Да? Вот, и мы их обжарим. А потом мы их порежем уже на кусочки. Вот, а вам предлагаю порезать... У меня с детства фобия. Я как-то раз пытался пожарить сыр. Ну, вы тоже, наверное, это пытались сделать, дорогие друзья, да? Потому что каждый раз, когда я вижу, что кто-то пытается пожарить сыр, мне прям страшно становится. Хорошо. Вы пока жарите сыр, я делаю что? Вы режете лук. Я, конечно, я режу лук. Что с ним делать, как его? Все мужчины любят резать лук на пульса. Тоненькие, тоненькие колечки. Тоненькие, тоненькие колечки. Ну, прекрасно. Это у меня получится сегодня. А муж не готовит? Муж замечательно готовит. Я даже с ними соревнуюсь. Да? Безполезно. Право, очень вкусно готовит. Он очень любит вкусно покушать, поэтому очень вкусно готовит. А дочь? Дочь. Учится готовить. Очень тоже хорошо готовит. Она тоже инвентаряется? Ну, больше русской. Почти. Немножко рыбку кушает. Рыбку кушает иногда. С мужем за компанией. Ну, один из самых главных вопросов в новогодней программе. Конечно же, я должен его спросить. Виньи елку наряжают? Наряжают, конечно. Конечно, наряжают. А где праздновать будете Новый год? Что? Новый год. Где будете праздновать? Встречать? Да. Встречать? Я в России. Как нам понять, что сыр обжарился? Там должна быть какая-то корочка на него образоваться? Да, да, да. Вы заметите, что мы немножко начнем тогда приятной коричневой корочкой покрываться. Потом мы его переворачиваем. Он за руку обжаривается. Мне рассказывали, что когда ты имеешь дело с индийскими рецептами, с физическими рецептами, пробовать ничего нельзя. Да. У них не принято пробовать. Вот ничего нельзя пробовать, дорогие друзья. То есть готовишь, питаешься запахами. Вот это все. Это у кришнаидов ничего нельзя пробовать. Знаете, да? Да. Это у них там нельзя. Я тоже имела честное немножко пообщаться. Очень приятные ребята. Очень занимаются хорошими вещами. Кухня у них просто изумительная. Волшебная, как они готовят. И у них, да, у них нельзя пробовать. Ну, а в киральской кухне они пробуют интересным способом. Они не ложкой, да, а они на руку кладов. А, вот так? Вот так, да. Гуманно, гуманно. Ну, а что еще из Индии, кроме кухни, появилось в твоей жизни? Из Индии? Ну, к примеру, йога. Йога, конечно. Практики медитации. Конечно. Да? Не без этого. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Прекрасно как. А это нужно тушить потом, чтобы это все в пять раз не было? Это что? Да, да, немножко потушить. До полуготовности. Да, да. Усполить чуть-чуть процесс. До полуготовности. Ну, кто как-то любит. Некоторые любят, чтобы перчик он немножко хрустел. Некоторые любят, чтобы был мягкий. Поэтому тут вы любите. А хозяйка нашей сегодняшней кухни как больше любит? Я люблю, чтобы он немножко сыроватый был. Да? Да. Густи также любят немножко сыроватый, чтобы все было... Роди вас везде ломок. Вообще ломок ел. Чеснок тоже ради вас. А, да? Да. Есть прекрасный заменитель, который указывает на моей птичке тоже. Это асепетида. Как? Асепетида. Асепетида? Это такая есть смола. Индийском дереве, да? Это заменитель лука? И чеснока. Он имеет специфический запах. Асепетида. Асепетида. И очень полезная для здоровья. А она прям вкусная-вкусная? Она как кусками? Ну, как на любителей она специфический запах имеет, да? Так же, как чеснок и лук. Поэтому, кому не хватает от этого запаха, они добавляют асепетида. Ну, она полезная тоже, да? Ну, полезная, да. Ну что, это мы оставляем тушиться? Да. Дорогие друзья, и, скажем так, в финале нашей сегодняшней кухни мы готовим настоящий индийский чай. Здесь 4 литра воды. Мы берем обычный чай. Берем обычный чай. Значит, здесь мы уже все померили. Одна чайная ложка с горочкой, да, на один стакан воды. На 200 грамм. Какие пропорции? Вот. Засыпать нужно в кипящую воду. Кстати, в Индии, как выяснилось, чай варят, а не заваривают. Это большая вот разница. Дальше что мы еще добавляем туда? Вот. После того, как немножко покипит заварочка у нас, да, мы будем добавлять имбирь, он у нас уже протерт, да. Ну, на чашку где-то вот на кончике чайной ложки, да, на одну чашку, тоже имеете в виду. И обязательно кардамон. Это вот такая специя. Это считается одна из дорогих специй, да, после шахрана. А что мы с ней делаем сейчас? Кардамон, да. Значит, что мы с ней делаем? Мы ее вскрываем. Обязательно она надо вскрыть, да. Можно ножичком. Вскрываем. И там есть черные зернышки. Весь аромат этой специи находится вот в этих зернышках. Но чтобы аромат был, да, нужно эти зернышки немножко расторочь. Дорогие друзья, в кухне для друзей сегодня в гостях Ираида Умеш. Мы готовили 4 восхитительных блюда плюс 1 чай на новогодний стол. Два потрясающих совершенно видов бананов. Это банановый чизкейк и банан на шоколаде. Также у нас чили. Панир. Панир чили и обычный рис прекрасный, мне кажется, должен быть на вкус. Поэтому у нас все готово. Наши 4 литра чая тоже готовы. И добро пожаловать к столу. КОНЕЦ Дорогие друзья, наш выпуск подошел к своему завершению. У нас сегодня в гостях была Ираида Умеш. Готовили мы сегодня рецепты индийской кухни. Готовили два вида бананов. Банан с шоколадом, банановый чизкейк. Ну и, конечно, мы готовили сегодня потрясающий, замечательный индийский чай 4 литра. Встречайтесь чаще и вкуснее всегда ваша кухня для друзей. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!